Музыку и слова к своим песням Алексей пишет сам, хотя никакого специального образования не имеет. Три года назад буквально пришло озарение, теперь в копилке уже два альбома. Это больше душа, это хобби. Меня тянет к музыке, мне нравится петь, мне нравится как бывшему спортсмену ловить вот этот мандраж, потому что он стимулирует каким-то новым достижением, новым написанием песен. На конкурс «Гуляй и пой душа» Алексей Беспрозванный приехал впервые. Между тем он проводится уже 11-й раз и давно стал доброй традицией для любителей эстрадного вокала и шансона. В этом году формат необычный. В этом году сделали новый формат, сделали еще конкурсную программу с многоуважаемым жюри. Александр Левшин, Сергей Избаш, Стелла Джани – все уважаемые и весомые люди в своих жанрах. В конкурсе приняли участие профессионалы и любители русской эстрадной песни в возрасте от 18 до 60 лет. Каждое выступление программы и финальный гала-концерт были посвящены бессменному ведущему фестиваля, талантливому исполнителю шансона Юрию Филю. Совсем недавно он скоропостижно ушел из жизни. Юрий Филь – это человек необыкновенно жизнерадостный, необыкновенно веселый, очень добрый, очень гостеприимный. Он, когда выходил на сцену, он всегда излучал какую-то доброту, тепло. Вообще, все сошлись во мнении, что незаменимый, хотя нет незаменимых на этой планете. Великие исполнители и композиторы уходят, но остается память об их начинаниях, делах и, конечно, песне, которые с удовольствием поют молодые артисты. На самом деле, очень много прекрасных российских песен, и пускай они будут уже много лет этим будут песням, но они настолько красивые. Правда, вот хочется петь красивую музыку, и дай бог, чтобы у нас в России писали такие песни, продолжали наши композиторы писать такие замечательные песни. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».